С представителями управляющих компаний, расчетного центра, предприятий жизни и обеспечения различных служб, а также с домкомами микрорайона часового завода встретился руководитель сполкома нашего муниципального района Марат Губеев. По его мнению, старшие по домам сегодня являются ближайшими помощниками руководства города. Именно на домкомов сегодня ложится задача доносить до жителей домов всю необходимую информацию, узнавать и решать общие проблемы, снимать показания приборов учета в каждой квартире. Если вы не заходите в квартиру месяц, два, ну три максимума обманут, на четвертый они все равно попадут в золото. То есть от тех домов, где нет домкомов, где они самопроизводят, там взводят или скидывают данные в ящик и так далее, в расчетный центр. Действительно, мы нарывались на такой дом, заходят показания, все регулярно, там банан, полтора куба дают, а заходим в квартиру, нету прибора учета. То есть снят вверх. Разговорят снят, просто болванка стоит от щелечка. А сколько он потребляет, никто не знает. А если был бы домком в этом доме, естественно, он бы это увидел. И самое страшное, то что, если говорить уже об истории, сколько это стояло, неизвестно. Если сам хозяин не может найти, куда он убрал и когда он убрал, он не помнит. Это же ужас, значит, сколько времени он занимался воровством. А в первую очередь у соседа. Руководителю управляющей компании «Наш дом» было поручено в кратчайшие сроки организовать собрание с жителями многоквартирных домов микрорайона, в которых еще нет домкомов. Нужно начинать проводить собрание в тех домах, где нет старших по домам. Если не будет в доме старшего по дому, как это ни было тяжело, в доме мы никогда порядок не наведем. Если в 70-квартирном доме, значит, хотя бы даже в 40-квартирном доме не будет домкомов, порядок вместе будет тяжело. За пять месяцев неоднократно проводились рейды по многоквартирным домам, благодаря которым выявлялись неоднократно случаи воровства. Все это не осталось безнаказанным. В результате за пять месяцев всего было обследовано 354 дома. Из них в 131 квартире обнаружено занижение показаний по электроэнергии на 141 тысячу киловатт, занижение погодоснабжению на 6178 кубов. И обнаружены три струкцины. Из них одна струкцина стояла на материале из металла, то есть обыкновенный металл не поменены были. И здесь начисление производится исходя в 520 кубических метров. Если это в сумму перевести, где-то 31 тысяча до начисления было людям. Марат Губеев также отметил о необходимости прозрачности лицевых счетов. Ведь жильцы домов должны знать, сколько и на какие цели тратятся деньги, предназначенные на тот же ремонт. Также речь зашла и о том, что еще не все жители домов перешли на прямые договоры по электроснабжению. А это на сегодняшний день вопрос немаловажный. Мнений много, они все разные. Но, тем не менее, у нас только, по-моему, только наш дом остался. Все управляющие компании, кроме вашей, 100% уже перешли. Один дом, по-моему, в жилищник. В жилищник два один дом остался. Главным же вопросом для обсуждения стала задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги за 5 месяцев этого года. Долги растут, как снежный ком. Поэтому меры к неплательщикам принимаются самые суровые. Многим должникам предлагается реструктуризировать долги, то есть оплачивать суммы частями. Заключается соглашение о реструктуризации. За 5 месяцев заключено 56 соглашений на сумму 2 миллиона 56 тысяч 630 рублей. Поступило всего 501 тысяча. Материалы в суд на выдачу судебных приказов за 5 месяцев поданы 106 материалов. На общую сумму 5 миллионов 235 тысяч 877 рублей. Говоря о платежах, особый акцент руководитель исполкома поставил на возможностях электронных платежей. Ведь теперь вовсе не обязательно простаивать в очередях, чтобы рассчитаться с долгами. Достаточно воспользоваться услугами госпортала. Можно, сидя за столом дома, в течение 4-5 минут заплатить за все услуги. Не только за жилищную коммуника. За все услуги есть такая возможность. Поэтому, вот вы сейчас говорите много о портале. Если сейчас попросить поднять руки, кто пользуется порталом, половина не знает, что это такое. Поэтому, Александр Славович, я прошу, а еще половина здесь сидящих, я думаю, и компьютером не пользуется дома. Но есть дети, есть внуки, значит, это можно. Поэтому я прошу, вот где реклама есть, одну строчку посвятить столбик. Вот по шаговому разъяснению как раз оплаты. Это очень хороший вариант. То есть, в ближайшее время на обратной стороне платежки будет напечатана пошаговая инструкция, как же воспользоваться порталом госуслуг и выполнить платеж через интернет.